Добрый день, уважаемые зрители! О том, насколько актуальна проблема лечения гнойного перитонита, известно далеко не всем. Тем не менее, это заболевание нередко встречается в послеоперационной практике, в частности, как осложнение после удаления аппендикса. Вопросы его лечения в течение многих лет остаются чрезвычайно важными в связи с увеличением объема оперативных вмешательств, возрастанием количества резистентных к антибиотикам штаммов микроорганизмов, снижением общей реактивности больных. Итак, ведущей причиной перитонита является острый деструктивный аппендицит. Если это выразить в цифрах, то его частота среди всех других причин развития перитонита составляет примерно 50%. И несмотря на применение различных методов интро- и послеоперационной санации брюшной полости, позволяющих довольно быстро снижать бактериальную контаминацию, сохраняются высокие цифры летальности, что свидетельствует о многих нерешенных вопросах как патогенеза, так и лечения этого заболевания. Поэтому приветствуется любое исследование, направленное на изучение тех или иных механизмов развития перитонита, о влиянии на него новых методов лечения. И сегодня я хочу кратко рассказать о диссертационной работе доктора Луспикаян Светланы Хугасовны, посвященной применению скенер-терапии в комплексном лечении гнойного перитонита. В патогенезе перитонита основная роль принадлежит интоксикации. Поэтому развивающийся в брюшной полости нагноительный процесс быстро приводит к наводнению организма токсинами как бактериального, так и эндогенного происхождения. Они вызывают резкую иммунологическую перестройку организма. Кроме того, развивается гипоксия смешанного генеза, возможны жировая эмболия, системная воспалительная реакция. И это далеко не полный перечень наиболее изученных процессов, лежащих в основе патогенеза. Такие нарушения могут обусловить как реализацию прямого, повреждающего действия активных форм кислорода и продуктов перекисного окисления липидов на внутренние органы с развитием их декомпенсаций, так и являются причиной вторичного повреждения тканей, приводящих к несостоятельности реакции адаптации организма к экстремальному воздействию. И наиболее актуальной задачей является разработка комплексного лечения, воздействие которого на улучшение процессов микроциркуляции, стимуляцию процессов регенерации, уменьшение степени свободно-радикального окисления было бы достаточно выраженным. Поэтому перспективным в этом направлении является метод биорегулируемой импульсной электротерапии, то есть воздействия скеннером. Применение скеннер-терапии при данной патологии патогенетически обосновано, так как он способствует регулированию функций внутренних органов и повышению активности антиоксидантной системы организма. Научная новизна работы заключалась в том, что впервые в качестве дополнительного лечения в послеоперационном периоде у больных с гнойным перитонитом была предложена по новым показаниям скеннер-терапия. И впервые при этом заболевании комплексному исследованию подвергалось состояние системы перекисного окисления липидов и антиокислительной защиты плазмы и эритроцитов крови, показатели структурного и функционального состояния мембран, милопероксидазной активности нитрофилов у больных с гнойным перитонитом аппендикулярного происхождения. После этого исследования какие же выводы были сделаны? Итак, впервые на основе клинических и биохимических исследований в качестве дополнительного лечения в послеоперационном периоде у больных с перитонитом предложено и использовано по новым показаниям самоконтролируемая энергонейроадаптивная стимуляция, то есть скеннартерапия с положительным клиническим эффектом. И доказано это в том числе тем, что включение скеннартерапии приводит к ингибированию процессов свободно-радикального окисления в плазме крови. Отмечается достоверное понижение первичных диеновых конюгатов и вторичных, это малонного диальдегида, все это продукты пол, чего не происходит в группе сравнения. Таким образом, применение у больных с гнойным перитонитом аппендикулярного происхождения в послеоперационный период дополнительного метода лечения аппаратом скеннар приводит к достоверному уменьшению проявлений эндогенной интоксикации, оксидативного стресса и способствует улучшению клинического течения заболевания. Уважаемые зрители, я уверен, что вас не могла не заинтересовать эта информация и чтобы подробнее с ней ознакомиться, мы даем вам соответствующие ссылки и на диссертацию, и на статьи, посвященные этому исследованию. Спасибо.